У нас такие примерочные, что стыдно за Канаду, честное слово. Кто сказал, что пижамный стиль умер? Ну это я так. На самом деле я не такая жирная, это просто зеркало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девушки дорогие, мы с вами в примерочной, которую я предварительно немножко почистила. Вот поверите или нет, у нас такие примерочные, что стыдно за Канаду, честное слово. Я зашла и я тут немножко помыла пол, но убрала мусор, который здесь валялся в примерочной. На этой радостной ноте мы начинаем с вами примерки. Вы видите, у меня очень цветной сегодня, цветной селекшн такой, который я очень долго думала набрать вот эти вот цветуечки все или взять что-то более спокойное. Но решила все-таки вот попробовать примерять вот такие вот яркие вещи, тем более, что я люблю яркие вещи. Даже то, что я сегодня одета совсем не в яркие вещи, а очень даже в скромные вещи. Я имею в виду по цветам, очень-таки базовый, черный с бежевым. Но я очень люблю яркие вещи, поэтому я решила вот поэкспериментировать. Сегодня будет много экспериментов. Давайте смотреть. Кто сказал, что пижамный стиль умер? Вы знаете, что на самом деле уже много, несколько сезонов нам говорят, что пижамный стиль уже как бы отходит, и пижамы мы уже не носим на улицу. Но тем не менее, я смотрю, что все большие бренды, и маленькие, дорогие, дешевые масс-маркеты, и они очень, все продолжают делать вот эти костюмы пижамные. Причем в совершенно безумных расцветках, вот как, например, вот этот вот. Что вам сказать? Теоретически это красиво. Ну, у меня босоножки на коммунике, в принципе, к такому, может и неплохо, но как раз у меня удачно, что у меня босоножки бежевые, и я могу, в принципе, их со всей этой одеждой примерять. Размер медиум 79 долларов блуза, 79 долларов брюки, 100% полиэстер. Конечно, это закус под Эмилио Пуччи, который делает вот такие вот расцветки. И я вам хочу сказать, что в теории это очень красиво, потому что я очень люблю яркие цвета. Я обожаю вот такой вот, знаете, стиль. На практике я ношу его не так часто, а вот так, чтобы я костюмом вот так куда-то пошла, это вообще 100% мне невозможно. Практически невозможно. Я не решилась, девочки. Я не знаю, кто как, потому что можно надеть пижаму на улицу, если она такая, ну, скажем, не слишком такая броская, яркая. Ну, вот такой, вот такой. Ну, я, это просто я. Но я снимаю шляпу перед теми женщинами, которые могут вот так одеться и пойти на улицу, совершенно не парясь, скажем так. Ну, может быть, не на улицу они пойдут, может, на какую-то вечеринку, там, где все их знают или не знают. Вот, наоборот, вот там публика собирается такая, которая такое носит. В Канаде в такой, в такой одежде, если я выйду на улицу, на меня вот пялится, делая вид, что им все равно и совершенно не интересно, да, они будут из-под тишка на меня пялиться, это 100%. Так, полный рост это выглядит вот таким вот образом. Значит, вот. Ну, забавно, конечно, немножко, конечно, цирк, немножко маскарад, но, в принципе, довольно забавно. В качестве альтернативы, вот я принесла, знаете, обычный такой черный топик, без рукава, коротенький. И вот, в принципе, если надеть его вот с этими брюками, ну, уже как-то терпимо. Кстати, здесь на брюках такие прикольные, прикольные украшения на завязках. Оно, в принципе, сделано на резинке здесь и на таких завязочках, ну, как обычные спортивные брюки. Но завязочки очень смешные. Здесь как будто бы имитация ширинки, но здесь нету ничего, никакого замка, а просто и карманы. Сзади карманов нет. Вот. Ну, вот с черным таким топиком, знаете, это уже как-то, по-моему, терпимо. Ну, не так, не так стрёмно. Так бы я, наверное, бы уже смогла выйти на улицу и не опасаясь, что прохожие будут несли открутить пальцем у песка. Но, в принципе, так, так лучше. Согласитесь, что, в принципе, так уже можно ходить. Девочки, для кого доступна Zara и кому это интересно, вот их бар-код. 80 долларов это брючки. Бар-код от рубашки тоже 80 долларов, тоже size medium, размер medium. Ну, это 100% полиэстер, я уже сказала. Ну, да, но расцветка шикарная, шикарная. Я, конечно, вот как, чисто как эстетически, как эстет, мне она очень нравится. Просто безумно нравится. Так, я принесла такие зелёные брюки. Это трикотажные брюки, вот знаете, как спортивный костюм. Такие вот, хлопковый трикотаж. Сейчас я вам поближе покажу. Не знаю, вам видно или нет. Ну, короче, в medium размер мне, наверное, надо было large, потому что они как-то очень уж меня облегают. Честно сказать, в жизни не так. В зеркале, вот когда я снимаю зеркало и меня в зеркале, то они прям как будто бы вот так очень сильно облегают меня. На самом деле нет, девочки. Ну, это я так. На самом деле я не такая жирная. Это просто зеркало такое. Да, но они, конечно, трикотаж, и они, конечно, облегают все места. Наверное, мне надо было взять размер large. Но вот здесь стали, и они мне совершенно нормально. У них сзади резинка. У них, значит, такой фасон, что сзади у них сделана резинка, а спереди вот здесь вот вшит вот такой вот пояс, который можно завязывать. И у них очень красивый зеленый цвет. Я не очень видна вот под этим. Может быть, я сейчас повернусь в другую сторону. Вот так лучше видеть цвет? Нет, тоже не очень хорошо видеть. Ну, в общем, он красивый-красивый, ярко-зеленый, изумрудный цвет брюк. Стоят они 40 долларов. 100% хлопок. Они есть черные, бежевые. Еще какой-то цвет, по-моему, ну, может и нет. Только черные, бежевые, вот такие зеленые. Они очень удобные. Знаете, как трикотажные брюки, вот совершенно как спортивные штаны. Но при этом они такие клешненькие внизу и сделаны, как брючки. Единственное, что в них нет никаких карманов, ничего. И это не очень удобно. Ну, они так ничего, в принципе. Ну, может быть, не на такой тип фигуры, как у меня. Не с моим кардашьяном их носить. А более такие девочки стройные. Не с такими вот выпуклостями. Может быть, они будут лучше как-то выглядеть. Мне кажется, если взять больше размера, они будут болтаться. А может, и нет, не знаю. К ним в комплект продаются вот такие вот коротенькие футболочки. Вот точно под цвет брюк. И тоже они черные, тоже из бежевых. То есть можно, в принципе, купить вот одного цвета. А можно купить бежевую или черную, чтобы они были как бы разного цвета. Но они такой же одинаковой трикотажной ткани. И вот того же цвета, который не виден хорошо на камере. Но вместе выглядит, по-моему, неплохо. Такой костюмчик. В принципе, можно как домашний. Это вообще стоит 17 долларов. Она совсем дешевая. И вот она такая вот широкенькая. Это размер medium. Короткая, но, в принципе, не слишком короткая. То есть вот ни пуза не видно, ничего. Все вот как бы в мере. И такой вот, знаете, летний комплект. Для дома, для улицы, для чего угодно. По-моему, неплохо. Очень симпатично. Мне понравилось. Сочетание. Нет, ничего. По-моему, совсем ничего. Мне даже как-то вот... И нравится именно вот может быть то, что это один цвет. И оно, поэтому, получается, такой общий, как бы, знаете, силуэт, когда монохром, он немножко так вытягивает и удлиняет фигуру. Мне кажется, если бы было другого цвета, или вот я с черным, когда примеряла, так было хуже. А вот с этим вот, с одинаково, с такой же мальчиками, мне кажется, не будет. Вы знаете, Зара в этом сезоне пестрит вот такими вот разными блузами вот таких расцветов. Ну, вот такая вот. В принципе, можно же купить ее без брюк, а просто как блузу. Или вот такая вот блуза, вот такой вот расцветки. Я примерила ее с этими зелеными брюками. Оно по цвету очень сочетается, а по качеству не очень. Потому что блуза такая шелковая, как будто бы подшелковая. Кстати, состав посмотрю сейчас. Я думаю, что тоже полеэстер. А брюки такие трикотажные. Но вот, в принципе, так вот на видео и на фотках особенно не видно. И даже в зеркале особенно не видно, что это разного качества материала. И, в принципе, оно выглядит совсем неплохо. Мне очень нравится эта блуза, если честно. 80 долларов она стоит. На мой взгляд, это дороговато. И мы подождем распродажи, конечно же. Но много вот такого типа блуз. Вот это я просто принесла. Потому что я к брюкам хотела что-то найти. В принципе, их много всяких расцветок. Таких очень ярких, очень красивых. Есть такого типа шорты. Еще есть вот такого типа костюм. Немножко другой расцветки. В общем, тоже блуза и брюки. И вот, по-моему, вот такие вот есть шорты. Мне кажется. Ну, коротенькие такие. Ну, такие тоже типа пижамные. Знаете, такая блуза и пижамные шортики. Прикольно. Интересно. Ну, я, конечно, не буду примерять это. Но, в принципе, вот как вариант. Цвет очень красивый. Расцветка шикарная. Мне очень нравится. И, в принципе, здесь есть черные. Поэтому можно надеть черными брюками. Я, кстати, сейчас попробую с моими черными джинсами, в которых я пришла. Я примерю. Мы посмотрим, как это выглядит вместе. Ну, а вот так вот, если видите, вот как будто бы комплект. Очень неплохо. Даже, в принципе, вот эти вот брюки с такой вот блузой выглядят очень симпатично. И даже не видно, что это трикотажные. Не видно, что они домашние. То есть, их, в принципе, можно купить и вполне себе вот носить. И хоть дома, и хоть не дома. Если с чем-то их сочетать более таким не домашним, а таким чем-то более элегантным, то, в принципе, они очень-очень неплохо смотрятся. Жалко, что они передают цвет. На самом деле, они более яркие, более ярко-зеленые. Может быть, я когда на вешалке вот их буду снимать, вы увидите их настоящий цвет. Смотрите, вот с черными брюками тоже совсем неплохо. Вот джинсы у меня с высокой посадкой, с высокой талией. Наверное, плохо видно на фоне этой штуры. Ну, сейчас я здесь вот так вот снимусь. Вот так лучше видно. Вот очень симпатично. Просто вот черные брюки и вот такая вот красивая блуза. Конечно, ее нужно выпустить. Так тоже хорошо, по-моему, да? Просто выпустить. Ну, это как-то скучно. Мне кажется, когда она немножко подзаправленная такая, вот она как-то вот так вот. Она как-то поинтереснее выглядит, чем когда она просто вот выпущена. Ну, вот такая вот. Может быть, можно было бы мне и лавчик взять. Я взяла медиум. Можно было бы разметчик побольше. Нет, все равно не видно неправильный цвет. Ну, бог с ним, ладно. Значит, вот их код. Стоят они 40 долларов 39.90. Вот эта майка вот эта вот зеленая, коротенькая, стоит 17.90-18 долларов. Вообще дешевая. Это медиум, это тоже медиум. И вот эта вот черная маечка, которая тоже очень неплохая, на мой взгляд. Она, вот знаете, может очень хорошо служить для разных целей. Стоит она всего-то 16 долларов. Это размер ларча я взяла. И вот такая вот она. Это все хлопок стопроцентный, конечно же. И она очень такая, вот знаете, нейтральная. Просто вот с вырезом, с таким. Но коротенькая. Еще иногда нужно такая коротенькая, знаете, когда вот даже под что-то пододеть, и вы не хотите, чтобы у вас эта майка была, допустим, заправлена в брюки, и там где-то путалась, комячилась. Это очень неудобно. А вот такая короткая, как нижняя, допустим, майка под что-то еще, она, в принципе, очень-очень удобна. И блуза 80 долларов, что, конечно, свинство. Потому что это стопроцентный полиэстер. Ну, вот правда, они неправда, я считаю. Зара вот сейчас. Потому что они обычно, когда у них там вискоза какой-то что-то, лен, хлопок, они, в принципе, такие цены назначают. А когда вот просто стопроцентный полиэстер, это, конечно, свинство. Но, вот смотрите, допустим, интересность деталь. На манжете вот такая вот пуганца красивая. Здесь пуганца обычная. А на манжетике вот такая вот. Ну, то есть вот. Рассветка красивая, девочки. Очень здесь. И сиреневый, и белый, и зеленый, и морской волны. В общем, все, что душе угодно. Вот я решила принести что-то черненькое для разнообразия. Сарафанчик большой. Я взирала размер large, потому что я подумала, что medium. Вот здесь вот мне сильно будет меня сильно очень обтягивать во всех этих местах. Но он мне вот тут вот шлейки длинные. В общем, ну так, в принципе, он очень симпатичный. Посмотрите. Вот здесь вот такой вот перфорация на юбке. Здесь вот эта вот вся сборочка. Меня, наверное, не видно на фоне черной шторы. Хорошенький сарафанчик, очень симпатичный. 60 долларов он стоит. Я думала, он хлопковый, но он полезный. А я уже подумала, что, в принципе, для 60 долларов... Блин, нет, для такого сарафанчика 60 долларов это совсем не так страшно. Но все-таки это оказался полиэстер. Видите, какой он? Очень такой миленький. И черный, что хорошо. Немножко мрачный, может быть, но, в принципе, неплохо. Сейчас я вам сниму и покажу поближе все вот эти вот здесь резиночки, как это все выглядит. Но мне, конечно, это надо все вот так вот поднимать, потому что он мне просто... Просто вот здесь вот великий. Видите, какой он здесь большой. Вот это все. Как-то не подрасчитала я. А так, в принципе, вот он... Ой, сейчас. Размер large. 69-70 долларов он стоит. А сделан он неплохо. Видите, у него вот эта вот резинка спереди. И сзади тоже спинка вся такая. И вот так вот он внизу. Сделана вот такая вот перфорация. Как будто к шитью. Очень странно. Он совершенно на вид как будто бы крупным. Но нет. Бывает. Ну и вот такое платье. Это мой любимый фасон, девочки. Я обожаю такие платья. Я их нашу много. У меня их много. Я их покупаю, продолжаю покупать, несмотря на то, что у меня их много. Потому что мне в таком платье комфортно, удобно. Значит, 80 долларов оно стоит. 100% вискоза. Очень такая симпатичная, но при этом не яркая, не броская расцветка. Здесь, значит, карманы. Карманы в швах. И такая вот юбка плешная. Пояс. Куговицы до талии. Очень мне оно нравится. Своей универсальностью и удобством. Папчик такой на резиночке вот здесь. Люблю такие платья. Просто несказанно люблю. Потому что их можно и в пир, и в мир. И куда хочешь. И они очень элегантные, очень красиво выглядят. По фигуре вот как-то лежат. Это размер large. Ну и мне, в принципе, нормально. Я думаю, что medium можно было бы, наверное. Но может был бы узковат. История соседней, примерочной, как всегда. У меня там три дамы, значит, две постарше и одна помоложе. Значит, они фоткаются. Фоткают друг друга, примеряют, делают фотографии. И сразу пилят фотки в инстаграм. И обсуждают, значит, вот какая фотография хорошая, какая нет. И, в общем, друг друга фотографируют. И всякие там позы принимают. Я так выглянула, посмотрела, мне было интересно. Вот. Одна молоденькая, а две такие. Где-то вот, ну, примерно моего возраста дамочки. И, в общем, очень любопытно обсуждают. Это бурно хихикают там. В общем, короче. Вот счастливые. Они, им есть кому помогать. А вот у меня некому помогать. Я сама с собой в зеркале, с телефоном. Вот так вот. Меня никто не снимает, не фотографирует. Вот я блогер-одиночка. Короче, платье, девочки. Нравится мне это платье. Всем оно хорошо. И расцветкой, и фасоном, и составом, и цена несмертельная. В общем, вот такие платья я очень-очень люблю. Может быть, оно немножко скучное, но, в принципе, ну, вот, люблю. Такие плюс еще карманы. Ну, вообще, просто, что можно еще искать. Как самое то, что надо. Очень хорошая длина такая. Они слишком длинные, они слишком короткие. Время, ну, совсем не короткие, но они очень длинные. Иногда есть платье, что прямо, вот, знаете, в пол. А это такое как раз все, что надо. Так, вот его координаты. 80 долларов. Ларч. Вот это его код. Вискоза. Кармашки. Резиночка на рукаве. Хорошее платье. Удобное, хорошее. Все, дорогие девушки, вот такие у нас сегодня были примерки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Вот это вот все ярко, ярко цветастое. Ну, что вам сказать? Начало июня. Лето в самом разгаре. Все лето впереди. Нам только носить и носить такие вещи. Правильно? Яркие, красивые. Давайте будем их носить. Увидимся в следующем видео. Всем привет из Канады. Люблю, целую. Пока-пока. Bye. Привет от Диты. Спасибо. Я. 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 Я.